есть аят нет принуждения в религии разъясните пожалуйста нет принуждения в начале в входе в религию то есть никого нельзя заставлять принимать эту религию это во первых во вторых нет принуждения внутри религии кто хочет пусть соблюдает кто хочет не соблюдает то есть в религии аллаха а если кто там совершает преступление то он наказывается это тоже религия вот и в-третьих если кто выходит из религии тоже нету там принуждения кто кто если скажет не верует в аллаха оставил не верует ни в куран не ислам то он у него свобода воли выходить из ислама да но если он будет совершать там преступления скажем там убийство или изнасилования то по закону он будет нести ответственность но за свои убеждения за веру или за отсутствие веры наказывать будет аллах судный день функции аллаха то есть за задача цель аллаха не делать не состоит в том чтобы всех сделать верующими нет аллах открыто объявил показал разъяснил вот это правильный путь следуйте и вы войдете в рай вот это неправильный путь вот тут не ходите это ведет в ад все и дальше люди сами сознательно добровольно выбирают какой путь этот путь выбрали пожалуйста добро пожаловать в рай выбрали этот путь никто их не заставляет не отговаривает ведет в ад и когда будут бросать в ад у них будут для доказательства справедливости вердикта спрашивать к вам разве не приходили и не предупреждали что этот путь ведет в наказание в ад они будут признавать да к нам приходили до нас предупреждали мы не послушались мы не не одумались вовремя но тогда это в 67 суре 10 аят и вот тогда им скажут но вот вы сами признали свои преступления и все сок он ли асхаби сайф то есть нету предупреждения в начале в середине и в конце это свобода воли и свобода действия почему потому что религия принадлежит аллаху и за принятие за следование этой религии награду обещал сам аллах и за отказ следовать принимать эту религию наказание тоже будет давать аллах свои полномочия и свои функции аллах не перепоручал никому те кто говорят вот его надо убить он там стал кафером отверг там хран или вышел из ислама он муртад его надо казнить то извините эти же люди тогда должны тех кто не выходит из ислама награждать каждого кто следует исламу должны награждать почему если наказание даешь что награду тоже должен давать это все функции аллаха и никому аллах не перепоручал это как своему адвокату